Кока-кола И Кока-кола Лайт Но они будут хорошими Хорошей иллюстрацией К тому, что я хотел бы сегодня Вам сказать Вы знаете, Кока-кола была запретена уже более Стас лет назад В свое время она в конце еще 19 века В аптеках продавалась И уже спустя много-много лет Возникла Похожая Кока-кола Но ее назвали Лайт Потому что В Кока-коле огромное количество Сахара Ну и В эпоху борьбы с лишним весом Когда Пчитаются все калории Поняли, что нужно что-то сделать И взяли из Кока-колы Убрали сахар И добавили все возможные Заменители Так, чтобы калориев почти не было И сделали Кока-колу Лайт И те, кто хотят Как-то вроде бы думать о своем здоровье Те, кто стремятся Правильно питаться Они думают Все, надо покупать Кока-колу Лайт Хотя врачи говорят, что Вот эти все заменители Которые находятся в Кока-коле Лайт Они Может быть даже вреднее Чем тот сахар Который убрали из Кока-колы Но я, конечно, сейчас буду говорить Не о пищевых продуктах Если мы с вами посмотрим на Священное Писание На Слово Божье На Церковь, в которой Господь дал Слово Божье Бог нам дал Определенную меру Определенную меру Благословений Бог нам дал Благодать Бог нам дал Милость Свою Бог нам дал Спасение И если как бы в физическом мире Для того, чтобы быть здоровым Нужно сохранять свой как-то вес Стараться не разъедаться сильно То в духовном мире, наоборот Господь поощряет и говорит Что любящие Господа Должны взыграть, как тельцы упитанные Аминь И есть в Писании такой туг от Господа Который приходит от Божьей благословений Мы должны иметь вес в духовном мире Правда же? Чтобы не быть как Семь сыновей священника Скевы, которые пытались Изгнать беса Из одного одержимого человека Но бесноватый сказал Говорит Христа знаю Павла знаю А вы кто такие? Не было у них веса В духовном мире Правда же? И я замечаю то, что сегодня происходит В христианском мире Такое чувство Как будто Вот из христианской жизни Вот добавляют те вещества Которые придают силу И делают некую имитацию Делают некие Некие заменители Потому что Ну в действительности Если мы живем полноценной Христианской жизнью То мы очень сильно будем Отличаться От этого мира Потому что Духовный вес Никуда не спрячешь А хочется вроде бы И христианином быть И так как-то сильно От мира не отличаться Чтобы не вызывать Какую-то неприязнь Окружающих Вроде бы И христианин И вроде бы И здесь точно так же свой И таким образом Возникло так называемое Христианство Лайт Христианство Облегченное такое Очень легкое христианство Которое может быть По вкусу Очень похоже На настоящее Но однако То, что там Есть Это некая замена Имитация Духовных вещей Имитация силы Имитация Имитация Божьего действия И вот это вот Облегченное Христианство Сегодня Я вижу Очень-очень сильно Распространяется И Священное Писание Говорит Что перед приходом Христа Будет не только Церковь Божья Дева Беспятная Порока Но Библия говорит Будет также Блудница Которая тоже Будет обличена Во всевозможные Велигиозные одежды И будет выглядеть Как церковь Но в ней не будет Той силы Не будет тех Ингредиентов Которые Господь Заложил в церковь И когда я вот сидел И размышлял Вот об этом образе Бог показал мне Некоторые ингредиенты Которые должны Присутствовать В настоящей Божьей церкви Сейчас представь себе Это не Кока-Кола Не Пепси-Кола А это настоящая Божья церковь Полная Божьей силы А вот это Некая имитация Да Напиток имитирующий И как я сказал Внешне Да Даже цвет похож И вкус более-менее Приближенный Да Но состав-то Совершенно разный Совершенно разный состав Какие же Ингредиенты Сегодня Пытаются Заменять В церкви Чтобы сделать Из церкви Нечто похожее Внешне Но с иной сущностью И самое первое Можно мне Какого-нибудь Молодого человека Самое первое Вещь Которая называется Грех Ты у нас будешь Очень важной Вещей в церкви Грехом Давайте откроем Вместе с вами Послание Кремлянам Шестую главу Ибо Есть святость Мы живем Во грехе То есть в царстве Мы не просто живем Во грехе А мы являемся Мы являемся Этого сегодня То есть в церкви Не просто Мы должны Вот раньше мы были Людьми неверующими А теперь мы Люди верующие Нет Теперь у нас Должны быть Другие плоды Мы желаем Мы желаем Очень много Мы говорим О духовных дарах О духовных проявлениях Об исселении Об изгнании бесов О пророчествах И иногда Сталкиваешься С христианами Которые говорят Вот если нету Там пророчеств Духовных даров Исселений Значит и Бога нет И мы Как бы Духовные дары Сверхъестественные действия Оттождествляем С Господом Нигде в Библии Мы не видим Чтобы Бог Нас требовал Исселений Или духовных проявлений Более того Мы видим Что эти вещи В принципе От нас Не зависят Бог приходит И исселяет Не мы сами Своими Экстрасенсорными Способностями Все это Зависит От Него В истории церкви Были периоды Когда вдруг Какие-то сверхъестественные Действия Начинались Их было очень много Потом смотришь Какой-то спад был На каких-то регионах Когда начиналось В других заканчивалось И всегда Верующие Пытались Установить Какая же здесь связь И в конце концов Если вы будете Честными Вы увидите Что это Зависит От Него Порой Бог избирает Каких-то людей Для своих Духовных даров Которых мы Мы с тобой Никогда не избрали Он избирает И действует Только Он знает Почему Но есть вещи Которые для меня Являются Действительностью Явным признаком Того Что Бог Действует И это называется Плоды Когда человек Реально Живет Жизнью С Господом В его жизни Должны Проявляться Духовные Пролды То есть Его жизнь Должна Меняться И об этом Пишет апостол Это плоды Это святость Да О чем мы Сегодня говорим Это долготерпение Это верность Вот для меня Это Является Показателями Божьего Действия И Божьего Присутствия Потому что Сам Иисус Сказал Что мы Должны судить Не по дарам А по плодам Потому что В царстве тьмы Тоже могут быть Духовные проявления Вы понимаете Да конечно Хорошо когда И мы должны молиться И мы жаждем Мы ревнуем О духовных дарах Но они ничего Не доказывают И к сожалению Мне нередко Приходится бывать В таких собраниях Где люди вот так Жаждут чудес И смотришь Вот такая Знаешь Как мы говорим Ну движуха что ли Вот Ревность О проявление И все Что-то такое И ты находишь И думаешь Какие жаждущие люди Потом Когда после собрания Ты начинаешь С ними общаться Где-то там Сидишь в кафе И говоришь Ты вдруг удивляешься Насколько Эти люди Полны плоти Так вот Так вот То что происходит Сегодня Вот это Учение О грехе О том Что грех Ведет к смерти Грех Это погибель Оно Оно Заменяется Можно мне еще одного Какого-нибудь Какого-нибудь брата Можно Любого брата Давай Саш И Заменяется На слабость Вот И вроде бы так Похоже Иди В другой лагерь Это так называемое Христианство Лает Слабость Они не говорят О грехе Ну как грех Там что-то такое Просто слабость А слабости Есть у всех И В итоге Получаешь Что Христианство Это просто Как бы Ну Некая Палочка-вручалочка Помогает нам Победить наши слабости Слабость Это плохо Ну Если ты в принципе Их Не победишь Ну Это не страшно Это конечно не очень хорошо Но не так и страшно Библия говорит Что между грехом И правдой Между царством света И царством тьмы Нет ничего общего Библия конкретно Учит о грехе Но людям же Не нравится Слушать о грехе И не нравится Когда их обличают Намного лучше Когда говорят Вот у нас есть Некоторые слабости Некоторые Почему даже Возникла целая сегодня Ну Я бы сказал Категория проповедников Которые Избегают В своих проповедях Некоторых слов И прежде всего Слово грех Ну зачем Не всем это нравится Особенно тем Кто грешит Мы назовем Слабость Если Библия говорит Что есть конкретные грехи Пьянство И Библия говорит Что пьяница Царства Божьего Что? Не наследуют Не наследуют Библия очень много Говорит Про сексуальные грехи Что Блудники Гомосексуалисты Потому что там нет такого слова Там есть эквивалент этого слова Царства Божьего Не наследуют Это написано в Священном Писании И гомосексуалистам это не нравится И мы тогда говорим Ну знаете Есть некие слабости Ну есть некоторые слабости Есть некоторые Люди Они падки Ну Есть мужчины Падки на женщин Падки на женщин Не то что они Блудники Да Они просто такие У них слабость И они на самом деле Не совсем виноваты Такими их создал Господь Такими И даже говорит Вот в южных мужчинах У них больше вот этого всего такого За что их и судить Ну такие вот они Ну такие вот они Южные И тут гомосексуалисты И мы думаем Да У них тоже какая-то своя Такая небольшая слабость Слабость Ну Они же не виноваты Тоже по большому счету У них такая слабость И И И поэтому Сначала думаешь Ну вот как-то слабость Им надо как-то с этим бороться С этой слабостью А потом уже думаешь Ну в принципе Чего и бороться Главное Пускай Они будут верны друг другу И уже начинается Такое вот с этими С этой слабостью Что уже непонятно Что грех Что не грех И на фоне Возрастающего этого Гомосексуализма И Совершенно Уже какой-то знаете Приемлемой реакции Не у общества А церкви На этот грех Уже и блуденький себя чувствует Ну уж Я может быть хоть и грешу Но у меня грех правильный Я хоть искушение имею Правильное К противоположному полу Не то что гомики И уже он уже И не грешник А даже хорошо Он грешит С тем С кем Бог предназначил И потому Создается такое Христианство Вот для всех Таких У вас есть слабости Слабости А вы знаете Чем отличается Слабость от греха Грех Это то Что едино Во все времена И во всех культурах Грех Есть грех Это не то что Гомосексуализм Две тысячи лет назад Был грехом А сейчас уже не грех Нет А слабость Она меняется Правильно же Да Слабость Вот в одной культуре Там слабость Другой Там слабость Ну слабость Это все очень Такое понятие Относительное Что ли И вот поэтому Говорится о каких-то Слабостях И таким образом Церковь И собрание И верующие люди Это не те люди Которые стремятся Победить грех В своей жизни А это некий Такой как бы Типа Аутотренинг Как побеждать Слабости В своей жизни И в конце концов Это все приводит К тому Что из церкви Начинает исчезать Еще одно понятие Можно Давайте мне Для разнообразия Какую-нибудь сестру Ты куда хочешь В церковь Ну иди сюда Из церкви Исчезает еще Одно понятие Которое называется Ад Ад Позвольте Пару Высказываний Зачитать Не врагов церкви А служителей Служителей церкви Вот например Заявление Одного Литеранского Епископа Яан Линхард Вот что он заявляет Он откровенно Это говорит Господь даровал нам Вечную любовь Поэтому Никто Не попадет В какой-то ад Не потому Что туда Не следовало Было бы Отправлять Злодеев А потому Что рука Господня Поднимает нас Из любой Преисподней Таким образом Таким образом Давай еще Давай Ты тоже красивая Вот Давай Ты идешь В лагерь Христианство Лает И Ад Давай по очереди Друг за другом Вот так вот Правильно Всеобщий рай Всеобщий рай То есть что Ада Не существует Конечно Как этот Говорит Епископ Ну Некоторых бы и стоило Некоторых бы и стоило Да Бог уж Слишком хороший Слишком он добрый И вот Ему вторят еще Один пастор Якоб Хольм Протестантский пастор Он говорит Ад Нельзя сделать Элементом Учения церкви То есть Его нужно убрать И сделать его Христианство Лает Нельзя сделать Учением церкви Скорее Это Душевные муки Которые могут Охватить Каждого Из нас И вот смотрите Если Мы убираем грех То в конце концов И ад Это как бы Следующий этап И ад Как-то неуместен И я Вы знаете С удивлением Сталкиваюсь С проповедниками Я не буду говорить Их имена Они не верят в ад Не верят В существование Ада Я говорю Подожди Как так А Библия же Говорит Ну понимаешь И знаете Даже сейчас возникают Новые переводы Библии Где Слово Ад Изымается И пишется Там просто Везде пишется Гиена Они говорят Гиена А что такое Гиена Огненная Ну там Долина На юге Иерусалима Там Мусор Сжигали Ну а не А не ад Лето Ну это Кто как Поймет И убирается Вообще Все эти слова И делается Всеобщий рай Всеобщий рай Потому что Если у людей Есть слабости За что Их хват Мне конечно Трудно представить Вот придем мы Например На небо И там Например В раю Встречаем Во всеобщем Раю Встречаем мы Ну например Адольфа Гитлера Мы говорим А это Михаил Как здесь Оказался Этот А он скажет Ребята Да У меня были Слабости Были Слабости Мы говорим Какие слабости Из-за твоих Слабостей Миллионы людей Погибли Слабости Были не слабые И я понимаю Что я ошибался Я понимаю Что я был Неправ Но он Покаялся Да нет Он не покаялся И он И Бог скажет Я бы и хотел его Он и заслужил Вот этого ада Но Добрые ребята И вот он тут же ходит Смотришь Тут Чикатило Какой-нибудь идет Ну говорю Господи Этот Как здесь оказался Он говорит Ну так что Если Гитлер Здесь у меня Слабости Еще меньше Было Чем у него И все Там находятся И возникает Вопрос Если все Там в раю Какой смысл Тогда Жить Святая Какой смысл Побеждать Грех Ведь Есть же Категория Людей Которых Нужно Страхом Спасать Есть Если бы Это и не было Кого-то Страхом Спасать Да Бог Тогда Тогда в чем Смысл Жизни Тогда Вы знаете Знаменитый Псалом Давайте Прочитаем Псалом 72 Псалом Асафа Едва Не пошатнулись Мои ноги Едва Не подскользнулись Стопы Мои У вас Бывало В жизни Что Когда вы Смотрели На то Что происходит Вокруг вас У вас Каким-то Образом Недоумение Возникало А где Бог А в чем Смысл Жить свято Бывали Такие вопросы У Асафа Такие же Вопросы Возникали Почему Тридесятих Я позавидовал Безумным Видя Благоденствие Нечестивых Ибо им Нет страданий До смерти Их Крепки силы Их На работе Человеческой Нет их С прочими Людьми Не подвергается Ударам От того Гордость Как ожерель Я обложила Их И дерзость Как наряд Одевает их Выкатились От жира Глаза их Бродят Помыслы В сердце Над всем Издеваются Злобно Разлагают Разглашают Клевету Говорят С высока Поднимают К небесам Уста свои И язык Их Расхаживает По земле Потому Тут даже Обращается Народ Его Пьют воду Полной чашей И говорят Как узнает Бог Есть ли Ведение У Всевышнего И вот Эти нечестивые Благоденствуют Веки Сем Умножают Богатство Так не напрасно Ли я очищал Сердце Мое Говорит Осав Омывал В невинности Руки Мои Подвергал Себя Ранам Всякий День И обличением Всякое Утро И думал Я 16 стих Как бы Уразуметь Это Но это Трудно Было В глазах Моих Когда ты Смотришь Казалось бы Если бы в жизни Было бы Все логично Сделал правильный поступок Увеличили зарплату Помог кому-нибудь Болезнь прошла Сделал доброе дело Лучше в жизни стало А тот Сделал плохое Боль головная Еще хуже сделал Печень Заболела Позвоночник Не загинается Еще какие-то Проблемы возникали Там Своровал Что-то там Что-то такое Смотришь С работы выгнали Вот если было бы так Было бы понятно Делаем плохие дела И тут же наказание А в жизни происходит Часто как вот Сказано в другом месте Устраивают себя лучше Живущие нечестиво А И умирают Конечно у некоторых Некоторыми есть наказание Да Там кто-то в темнице Оказывается Хотя Я не знаю Насколько темница Это является Возмездие для человека Который убил Не одну жизнь А Для серийных убийц Насколько это наказание Смотришь сегодня Наказание Над тем же Бревиком Да Который убил Несколько десятков человек На суде говорит Жалею Что не убил всех И его Ну что ему Грозит Ну лет на 20 В тюрьме Где есть Спортзал Библиотека Интернет Это что Наказание Я уж не говорю Про этих тиранов Типа Мао Цзэдуна Сталина Гитлера Ленина И прочих тиранов На руках которых Кровь Миллионов Людей И они часто Умирали Без всякого Земного Возмездия И если Это было Уразуметь Доколе Богу К справедливости Божьей Пролитая Есть Воздаяние Есть Суд И есть Ад Иисус Христос Я сейчас беру Не беру Ветхий завет Как до этого А Иисус Христос Любящий Прощающий Милующий Сказал В своем Слове Если Соблазняет Тебя Рука Твоя Отсеки Ее Лучше Тебе Увечному Войти В жизнь То есть Убрать То что Тебя Соблазняет Греховные Вещи Нежели С двумя Руками Идти В геену В огонь Неугасимый Где Червь Их не Унирает И огонь Неугасает То есть Это вечные Муки Неугасающие И мы читаем Не только В Ветхом Завете Но и в Новом Завете Немало Мест Писания Которые Говорят о том Что ад Реален Преисподне Реальный Вечные Муки Это воздаяние За грехи А иначе У Асафа Никогда Не было бы Ответа На его Вопросы Понимаете Никогда Потому что Эти вопросы Возникают Не только У Асафа У многих Людей Возникают Такие Почему Так все Происходит Ведь сколько На земле Не справедливости И потом Всеобщий рай Где воздаяние Если Потом Всеобщий рай Жизнь Не имеет Смысла И Многие Величайшие Люди Поэты Они Выражали Какие-то Подобные Вещи Шекспир В одном Из сонетов Писал Зову я смерть Не видеть Не втерпешь Достоинство Что просит Подаяние Над простотой Глумящуюся Ложь Ничтожество В роскошном Одеянии То есть мы Это все Видим Вот эти Несправедливые Вещи И совершенству Ложный Приговор И девственность Поруганую Грубо И неуместный Почесть И позор И мощь В плену У немощи Беззубой И прямоту Что глупостью Слывет И глупость В маске Мудреца Пророка И вдохновение Зажатый рот И праведность На службе У порока Все мерзостно Что вижу Я вокруг Делает вывод Шекспир Вот Если потом Вот Все Все Общий рай То смысл Тогда в чем Тогда не Не напрасно ли Я смирялся Пред Господом Не напрасно ли Бог говорит Не напрасно Конец Будет Отличаться Нет Всеобщего Рая Есть небо А есть ад И об этом Говорится в Слове Божьем Аминь Редактор субтитров Корректор субтитров Продолжение следует...